Вы хотите носить костюм, но не хотите выглядеть как все. Поэтому сегодня я расскажу о том, как перейти от обычного к необычному, когда речь идет о костюме. Первый совет. Практикуйте носить костюм. Многие считают костюм неудобной одеждой, но это не так. Костюм по размеру может быть очень удобным, с этим многие не знакомы. Как же все-таки привыкнуть к костюму? Дело практики. Вам необходимо найти повод и мероприятия, на которые стоит пойти в костюме. Не можете найти мероприятия? Носите костюм дома, когда вы работаете из дома. Вам просто необходимо почувствовать его на себе, как он сидит. Это подымет уровень уверенности. Второй совет. Носите костюм только по размеру. Если у вас есть костюм, но он не вашего размера, тогда вы либо его подгоняете под свои габариты, либо избавляетесь от него. Когда вы покупаете костюм в магазине, то необходимо подобрать костюм максимально идеального размера. Да, костюм можно подогнать портного, но совсем немного. Плечи должны быть там, где плечи. Если он не сидит у вас на плечах хорошо, не покупайте его. Длина костюма. Опустите руки по швам. Если пиджак заканчивается там, где ваши кулаки, это хороший размер. Но он должен быть достаточно длинным, чтобы прикрывать ваши ягодицы. Подогнать по размеру брюки проще всего. Брюки должны быть по размеру в области бедер и крестца. Пояс может быть подтянут или немного свободен. С длиной брюк тоже все довольно просто. Если они слишком длинные, то это очень легко исправить. Еще один хороший способ поднять на уровень ваш наряд – прокачать ваши аксессуары. Часы. Они всегда выделяются, привлекают внимание. Они говорят миру о вас. Следующий совет, как берите от обычного костюма к необычному – можете попробовать носить двубортный костюм. Такой костюм будет более формальным, чем обычный костюм. Я бы не стал рекомендовать его для вашего первого костюма. Но если у вас уже есть несколько костюмов, и вы хотите попробовать нечто, что выделяется в толпе, то попробуйте надеть двубортный костюм на мероприятие, на которое можно прийти и в обычном костюме. Далее поговорим о цвете. Если у вас черный костюм, тогда я настоятельно рекомендую попробовать другой цвет. Черные костюмы очень хорошо продаются, но я считаю, что это неправильный цвет для большинства мужчин. Он слишком контрастный, и по мне так эти костюмы принадлежат к черно-белому формату вечеринок. Лучше присмотритесь к темно-серому, темно-синему, или на другие цвета. Может вам понравится темно-коричневый, или синий, может даже темно-зеленый. Конечно, не стоит брать себе первый костюм такого цвета. Но если у вас их два, то почему бы не попробовать другой цвет? Мы поговорили о цвете, давайте сейчас обсудим паттерны и текстуру. Многие ребята любят текстуры и рисунки, но часто они перегибают палку с этим. Они выбирают яркие и большие элементы. Не стоит этого делать. Вполне хватит небольших и тонких деталей. Вот этот пиджак на мне, возможно, вам даже не видно этого, но у него есть рисунок и текстура. На нем есть паттерн, который называется «птичий глаз». Это черный, переплетенный синим, который создает очищение морского синего цвета издалека. А вблизи можно разглядеть саму текстуру. Паттерны или маленькие рисунки, они позволяют выделяться из толпы. В маленьких паттернах мне нравится, что они могут быть формальными, как и одноцветные костюмы. Мы поговорили о размерах костюма. А что насчет вашей рубашки? Самое важное место – это шея. Как проверить? Поместите два пальца за ворот. Если они проходят, то все в порядке. Но не стоит покупать рубашку, куда проходит рука целиком. Я часто видел ребят, которые носили рубашку, либо слишком большую, либо слишком маленькую. Вам нужна рубашка, которая будет выглядеть подтянутой, но не перекрывать циркуляцию крови. Также надо подобрать длину рукавов. Когда вы опускаете руку, то желательно, чтобы манжет выглядывал на 1-3 сантиметра из-под рукава. Плохо, когда рубашка короткая, а рука в пиджака длинной. Что ж, давайте выберем галстук. Хороший галстук может вас выделить с лучшей стороны. Неудачный галстук, наоборот, может разрушить ваш образ. Итак, это одноцветный галстук. Изначально он будет более формальным, чем остальные. Но в зависимости от цвета. Например, более яркие цвета будут считаться менее формальными. Этот рисунок называется «Строгая полоска». За свою историческую часть и то, что она является частью классического гардероба мужчины, является очень формальным элементом, несмотря на обширность цветовой гаммы. Маленькие повторяющиеся рисунки. Мне нравятся такие галстуки. На мне сейчас один такой галстук. На мой взгляд, они являются очень формальными. Они отлично подходят для бизнес-встречи. И, конечно, горошек. Галстук в такой маленький горошек считается относительно формальным галстуком. И его можно надеть на большинство случаев. Итак, следующий совет. Обращайте внимание на узел вашего галстука. А точнее, обращайте внимание на узел галстука в зависимости от цвета. Если у вас раскосый воротник, то вам нужен широкий узел. Если у вас узкий ворот, то есть места в этой зоне не так много, тогда подойдет узел поменьше. Важно смотреть за балансом, чтобы хорошо смотрелось тут. Если у вас широкий воротник, а вы выбрали маленький узел, то это все испортит. Если вы хотите выделиться, и вам нужно надеть галстук, то попробуйте надеть бабочку. Бабочка, она столь же формальна, как и галстук. Все мероприятия, на которые ходят с галстуком, можно надеть и бабочку. Также она выделяется и привлекает к вам внимание. Следующий совет. Просто начинайте носить с собой карманный платок. Возможно, этот слишком яркий. Я совсем не имею в виду узорчатые платки. Самый простой белый платок, сложенный по-президентски, отлично справится со своим делом. Он поможет вам выделиться из толпы и прокачать ваш образ на новый уровень. Следующий совет. Это надеть жилетку. Жилет, как и двубортный костюм, создает более строгий вид и увеличивает закрытую зону. Это делает образ более формальным. Когда вы надеваете костюм из трех вещей, или двубортный костюм, то они идут одинаково формальными. На мне сейчас вязанный жилет. Он мне нравится. Потому что он функционален, хорошо выглядит, и мне в нем тепло. Давайте поговорим об обуви. И мы затронем два аспекта. Первый – это стиль. Второй – это цвет. Это черные оксфордские туфли. Уже больше ста лет мужчины носят такие туфли с костюмом. Это фундаментальные туфли, которые должны быть у каждого мужчины. И если вы наденете такие туфли, вы будете как большинство мужчин. Вы не сможете выделиться за счет вашей обуви. Что ж, может поиграться немного со стилем? Заметьте, один и тот же дизайн. Выделяется носок. Но цвета – светлые и темные оттенки коричневого. Да, мы выбрали коричневый. Можно смело отойти от черного цвета, особенно если у вас много синих вещей в гардеробе. Или носите серые и светло-серые вещи. Но, допустим, вы хотите оставить черный цвет. В таком случае задумайтесь о темно-бордовом. Палитра из темно-бордовых, каштановых цветов может вам понравиться, если вы любите черный. Эти туфли – современная классика. Это цельный кусок кожи, из которого сделана вся верхняя часть обуви. В этом фишка этих туфель. Настолько простой дизайн, что он выделяется среди всех остальных. Если вы хотите выделиться среди других, эти туфли – отличный выбор. Итак, друзья, теперь настало время вам воспользоваться этой информацией и прокачать ваш образ в костюме от обычного к необычному стилю. И да, ребята, если вы хотите быть успешным, то костюм и хорошая подача – это отличный шаг в этом направлении. Но это не все. Поэтому для вас есть видео, если вы хотите узнать, находитесь ли вы на пути к успеху. В этом видео я показываю 10 признаков, которые показывают, что вы станете успешным. Я встречался со многими успешными людьми, и в видео рассказываю все их секреты. На этом все, господа. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok